В общем, Виталий, который TJ USA из Вашингтона, научил меня так делать. То есть, стрэпы остаются вот так же. Вот сейчас я отстегну. Короче, Макс тоже просил сделать, ему показать. Значит, Виталий, ты принимай работу, а Макс, ты учись. Все, суть такая. Так же заезжаем, когда заезжаем. Делаем вот так вот, сразу же распускаем. Одной рукой делаю, не очень удобно. Распускаем. Ну и накидываем и сразу же затягиваем. То есть, это реально у меня получается быстро. Теперь намного быстрее, поэтому, Виталий, спасибо тебе большое. Что подсказал, научил, потому что это реально экономит очень много времени. Все, когда тачка большая заезжает, вот сейчас Рэм будет заезжать, я вот эти просто спущу. То есть, я их просто сделаю вот так вот. Все, вот так вот прямо сделаю. Ну, видите, как хорошо, когда низкий прицеп. Вот так вот, хоп, отодвинул просто, чтобы колесо, ну, не наехать на эту штучку. На трещотку. Все. Все, они опущены. Все спокойно здесь. Сейчас Рэм проедет. Встанет как раз у него хорошо, как метка получается. Он как раз для того здесь у него колесо будет, чтобы было ровно. Все пучком. Друзья, смотрите, что происходит. Впереди по ходу дела авария, потому что у меня навигатор показывает красную. И сейчас полицейская машина едет там посреди дороги и собирает вот эту, как сказать, ну, такую пробку, да, чтобы потом не было резкой остановки. Понимаете, да, что происходит? То есть, сейчас едет полицейская машина впереди, и весь трафик, ну, и начинает за собой собирать, вот видите, две линии. То есть, мы их в середине. Прог. Давайте посмотрим, что там будет. Да, авария. Вот предупреждаю знак. Crash ahead. Видите, то, что авария впереди. Ну, и полицейская машина вот нас держит. Молодцы. Кстати, я считаю, что это очень грамотно сделано. Очень грамотно. Жалко, зимой не всегда успевает, потому что я знаю, что этой зимой было очень много таких массовых аварий. Ладно. Посмотрим. Ну, вот, собственно, и так это выглядит. Видите, полицейская машина, а вон впереди уже пробка. Впереди уже пробка остановилась. Ну, вот, смотрите. Вот мы и встали. Смотрите, коп-коп-коп. Сейчас поедет обратно. Наверное, собирать. Смотри, дядя Паша, видите, перекрыли линию. И самое интересное, вот, никто не полезет в... Сейчас спасибо скажем. И смотрите, и никто не полезет, да? Все понимают, что когда едут в один ряд, не по обочинам, не где-то там, да... Это быстрее, чем... Это быстрее, чем когда все лезут, в итоге стоят и обочины, и полосы, и так далее. Я вот этого никогда не понимал. Людей, которые ездят по обочинам, мне кажется, они долбанаты полные. Никогда не ездил по обочинам, не обижал пробки. Сами же в итоге создают эту пробку, в которой сами же торчат. Здесь стата, кстати, тоже обижают. Это реально так. Ну, не массово, как там в России. Хотя, кстати, в последнее время в России полегче стало. Но бывает такое, да, когда пробка едет по обочинам тоже. Экземпляры. И, кстати, также дальнобойщики перекрывают тоже полосу. Ну, эту обочину. Все то же самое, в общем. Только не в таком массовом характере. Я, главное, еду еще по трассе и думаю, что так пыльно? А вон мы сейчас будем по грунтовочке объезжать. Всех полиция согнала с дороги. Всех полиция согнала с дороги. В общем, объезжаем здесь. Ну, что поделать? Объезжаем, значит, здесь. Видите? Работа интересная. Реально интересно. Постоянно какие-то моменты не знают, что ожидать. Понимаете, да? Кстати, как повезло вот этому дому, что ветер в другую сторону. И как не повезло ферме. Ну, вот этому дому тоже не повезло. Представляете, сейчас все через них, у них все будет в пыли. Что поделать? К сожалению. Грунтовка очень ровная. Мне очень напоминает Финляндии. Такие же просто. Финляндии грунтовые дороги просто исключительного качества. Просто исключительного качества. Ну, вот. Как-то так. И едем. Видели какие поливалки, да? Поля поливают. И вот эта штука, она по кругу, ну, ездит так вот она, у нее, вот там вот, грубо говоря, как, я не знаю, как сказать, начало, да? И вот она вот так вот ездит туда, и вот так все, да, вокруг осеет. Понимаете, да, еще? Смотрите. Смотрите. Там тоже фуры загоняют. Эти почему-то едут туда. А мне навигатор показывает «Едь прямо, Иван говорит». Иван говорит «Едь прямо». Но эти едут туда. В чем секрет? Что, пропустят ли они, нет? Посмотрите, да, что творится. И я так понимаю, видите, они траки загоняют по съезду, то есть им приходится, трасса туда идет, да, ему приходится вот так вот на съезд, который выезд. О! Съезд-выезд. Ну да, вон перекрыто, вон там эта авария. А-а-а-а. Жалко, вы не видите. Там автовоз. Точно вижу, автовоз замешан. И какой-то фургон. Сам плохо вижу. Но видно, что автовоз, потому что машина сверху стоит. Интересно, конечно, все это дело. Вот чем, я вам скажу, плохо ехать на восток, это вот тем, что у вас садится солнце прямо в глаза. Это какой-то уже кошмар. У меня уже реально глаза болят даже в очках. Ничего такого приятного нет. Вот солнце, особенно сейчас низко, все уже, козырек не помогает, уже ничего не помогает. Я помню, нам в школе рассказывали, что железные дороги в США не развиты. Что-то мне кажется наоборот. Дядь Паш, смотрю ваш стрим. Большой привет. Недавно общались. Очень-очень-очень приятное впечатление от Дяди Паши. Очень приятное. Догоняем поезд. Вот я понять не могу. Вот он работает. Вот, все. Труба выхлопная, коптит. Ну, получается, этот толкает, видимо, да? А так впереди должен тянуть. То есть, видимо, это очень длинный и тяжелый состав, судя по всему. И, наверное, так делается, потому что горы скоро впереди, чтобы в горы затянуть, да? То, что скажут. Илья Бондарев, наверное, рассказал нам поподробнее про эти темы. Но он меня не знает. Вы смотрите, мы едем 65 миль в час, это где-то 105 км в час. Ну, он едет, наверное, миль на 5 медленней, да? 60 миль в час, это где-то 95. Ну, считайте, 95 км в час примерно. Нормально. Я не знаю, сколько у нас поезда наши ездят. Красиво. Если бы только не стекло закиданное мошками, вообще хорошо было бы. А ведь я помыл перед выездом, сейчас назад. Специально для вас старался, но мошки для вас тоже старались. Так. Музыку. GMC Sierra 3500. Это, грубо говоря, GMC, то есть такая же, как у нас, как Рэм, как Ford наш, на котором мы едем, только GMC. Тоже сзади с парка. Год у нее 2012. Вот это дебильная тема, я вам скажу. Да, дебильная, поверьте мне. Я вот сейчас сижу и как-то вот... Ну, вообще неудобно, то есть, ну, посмотрите. Да не, ну, вообще неудобно, то есть, и они не двигаются, понимаете? Я не понимаю, кто это придумал, если честно. Что у нее там было в башке? Кстати, мы в Денвере. Мы в Денвере, стоит жарища, то есть, прошел всего день, да, то есть, мы, вот, была серия, где, Гратта, да, это было буквально позавчера. То есть, я съездил в Омаха, Омаха-Небраска и приехал сюда. Жарища стоит вообще жутко. А, короче, вот эту фигню мне надо загрузить, то есть. Ну, я не знаю, мне не нравится GMC, честно. Ну, какая-то она неуютная, что ли. То есть, видно, что это неплохая комплектация, судя по коже, хотя, это какая-то средняя комплектация, наверное. Я не знаю, что это за комплектация, честно, я вообще в GMC ничего не понимаю. Сейчас что-нибудь найдем. Protection plan. Там крошки есть, можно крошки в печенье каких-нибудь. хрень и стакан одессу ли смотрите какие-то диски музыка по ходу дела а смотрите это видите жить такой интересный я не нашу эту кучу кошки хотеть карта карта чего у нас велкам тут и неси кстати мы едем в ты носи но эта машина не доезжает до теннесси она выезжает раньше одна машина у нас ford не при этом и на акционе manheim я ее приехал забирать она у них в базе есть она они как бы она как бы есть но ее нет понимаете не понимаете вот я не понимаю как так то есть она есть компьютере у них базе все с фоткой но они говорят что ее здесь нету мы не знаем где она короче тачка у нее стоит дадо бак я не знаю что я сделал пойдемте покажу умеете у него бак сделан дополнительно это бак и он же короче он открывается наверно короче и ящик есть тоже такой вот хотел когда буду свой пикап покупать тоже такую штуку хочу но тут видите важно какие грузы возить и вот такой гуснет не пятое колесо как у нас до либо седло как называется в россии а вот гуснет потому что его убрал и у вас нормальный кузов да то есть может что-то для жизни просто нету дефа кстати в этой машине это большую плюс такая она блин кстати я вот эту фигню сейчас буду ставить к себе она это жесть на самом деле да она у меня оверсайз и овервайд тоже по ходу дела жесть какая-то и ну короче у меня тут нехорошо у меня тут а ну вот она с а и она еще с кингурятником кстати кстати у меня короче колесо смотрите как одно колесо неравномерно смотрите как она стерлась неравномерно все колеса равномерно стираются логически стираются дать чуть здесь вот одно колесо вот так стерлась давление нормальные колеса я не я не знаю почему Смотрите, просто что происходит Все, там нормально колеса, да? Все колеса хороши Вот это жопа, я не понимаю, почему А это, кстати, флэтбета Я все на флэтбета тут же смотрю Видите, тоже возят Машины У них, когда груза нету Там жарища на улице У них, когда груза нету, они забирают по две машины Так вот везут Докуда-нибудь А как попшикать, кто знает Так, это свет А, во, кстати, тоже, смотрите, из дворников Но у них, смотрите Вот у этой машины из дворников сделана каким образом? Она сделана не вот здесь Вот, псыкает, да? А как бы там, снизу И это плохо, потому что, когда у вас грязное стекло У вас сначала дворники, когда первый раз Идут туда Они мажут, ну, то есть по сухой Ну, или по грязи А уже обратно по воде Смотрите, да, понимаете, о чем? Вон, видите, да? Они снизу То есть, получается, что у вас Первый вот этот взмах Он идет, ну, либо по грязи, либо по сухому То есть не по воде А у Мерседеса, там, у Вольво Ну, короче, те, кто делают дворник, как обычно У них, наоборот, сначала идет вода, брызгает То есть, чтобы дворник шел по воде То есть, ну, счищает Вот, чувствуете? Да, ну, какая-то вообще машина Ну, понятно, что если они подголовник такой сделали То они и дворники так же сделали Ладно, фиг с ними Вот, снимает Встретился с подписчиком Случайно Володя Ты откуда? С Миннесоты Володя с Миннесоты Работает на степдеке, ребята Это же я же постоянно ною про степдек Только не показывай машину А то скажут, что работа на степдеке А я уже показывал, говорю, что вот степдек с тачками, брызгая Вот В общем, короче, по ходу дела на степдек идем Потому что Володя сказал мне Все подскажет, все поможет, научит А главное, что у него рем, как я хочу Не знаю, что Ну, ты, может, хочешь, может Не, 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 я тоже хочу Вот примерно как у тебя Я хочу тоже Пускай там все будет дешево Ну, там навигация, это все пофигу Ну, да Но вот эти Ну, короче, подушки задние И вот все вот это Потому что проситает Да, мне вот, говорю, Виталий сказал, да, с подушкой Короче, ездит на Реме, да Расход у него намного больше, ой, меньше, чем у меня У меня какой-то сумасшедший дом Ну, я не знаю, что Где-то 12 больше вложился, да, если А ты сзади спишь там, я тебе раздал Не, я же показывал свою У тебя такая же А, ну, у тебя, вот я, кстати, когда тебя увидел, думал подойти спросить Да, что ты спросил У меня вот так, да И как у тебя проходит Он даже подойти не пройдет Не, предупреждение за это дает некоторым Некоторые не обращают внимания Одному парнишке дали предупреждение в компании И я, да, я, получается, чуть-чуть туда наискать Чуть-чуть, буквально Вот у меня чемодан там стоит, и кофта валяется И все, я так, я нашел холодильник недавно На тракстапе, короче, такой узкий Я подумал, что туда можно как раз ставить Он туда как раз четко встает Он удобный 100 долларов стоит он Да, и на него, если что, можно ноги складывать У него этот моторчик снизу сделан, то есть не закроешь И в то же время у тебя холодильник ровно Он встает очень удобно, и он очень емкий Короче, у меня следующая серия, она уже загружена на ютюбе Она будет, я там показываю, холодильники выбираю У меня вот так вот, видишь, да, здесь всякое хлам лежит А, у тебя... От этой стойки-то отсюда Он, нет, он не... Как раз он, получается, за это... Короче, ну, парни все спят так, все ездят так То есть за это... Ну, предупреждение, да, ну, вот Макса там, который, друг-то мы тоже, не знаю, видел, это не видел Путешественник там один, да Ну, ему про это ничего вообще не сказано Ну, там было за что говорить, поэтому Вот Вот один раз я только слышал, чтобы дали кому-то За это предупреждение, все так всем поступило, глобально Поэтому, если... Ты же можешь сказать, что на всякий случай Вот я не там начал в гостинице, ничего Могу предъявить Ну, видишь, она забирает Вот левел стоит, видишь? Ага Вот он качает, он видит А, да, вон подушка, да, 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 вон подушка Асфальт горячий Асфальт, которая снизу не крепится, это очень плохие Они быстро своего разбивают Не выпадает? Вот так надо А, она же закрывается, я вижу Прикольно А дорого стоит всякие вот эти, ну, закупить там Ну, это да Все дорого, да, стоит? Ну, цепи, да Цепи, железо стоит все дорого Цепи и эти, вот, тарпы, ну Там у тебя тарпы есть? Тарпы Тарпы, да, да Все надо будет на какую-то сумму Все, Володя Давай, удачи тебе Так сказать Меньше, меньше на весовых Попадайся Как хорошо, Ютуб все-таки, когда люди хорошие попадаются Грузим этот хлам Едем за Поршем 82-го года А завтра где-то не забираем еще какую-то машину просто по пути Какие два? Короче, я же говорил Оверсайз И овервейт, походу В общем, сегодня я заберу еще только Порш старый Ну, посмотрим, заберу, как там что Ну, здесь такая вот история происходит То есть Выглядит это как-то вот так вот Понимаете? Мне это не очень нравится Смотрите, какой у нас тут старикашка стоит, а 82-й год Порш 911 Родная краска Ну, ему, конечно, жопа уже Но он в родной краске Это сзади сиденья такие Жизнь, конечно Руль На себя не выдвигается Сидеть тут Коробкой давите Мануал Мануал Какие-то обогревы Жизнь, конечно Ой, народ Я так сидел последний раз, знаете где? Ну, неудобно сидеть Вот, смотрите, туда нога как-то вот за это уходит Я вот этот вид помню по играм типа Need for Speed Первые, которые были Там вот были такие же Порше Сейчас поедем Блин, камеру неудобно во рту держать, если честно Как вам? Гидроусилителя нету И этот звук издает первая передача, а не я Блин, надо было подальше отогнать, конечно Хотя не, нормально Вообще жизнь Какой драндулет У меня проблема У меня с моим размером ноги Я когда выжимаю сцепление Видите, они напольные Педали Жутко неудобно Потому что я, когда пытаюсь нажать У меня нога стоит Потом я когда надавливаю Она, видите, в воздух И там задеваю я Ну, торпеду, не с торпеды задеваю Вообще, честно говоря, очень неудобно Знаете, что такое? Грень какая-то Грень какая-то